Девушки отдыхают Здесь все по-другому, здесь фактор А Они снова в поисках Лолита Не насилуйте микрофон Игорь Николаев Все понятно? На бис, пожалуйста, для меня Роман Емельянов Интриги, скандалы, расследования Алла Пугачева Проекция остается Алла Пугачева на телеканале России Фактор А в комом Набери, набери меня Живой звук Самый масштабный отбор Национальный музыкальный конкурс Покорили саму Примадонну Фактор А в эфире Страшноватенько, скорее бы началось теперь АПЛОДИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ Неделю назад их было больше 8 тысяч, а осталось 140 человек Первый тур не был легким ни для кого Участникам пришлось не сладко Они часами стояли в очереди на февральском 20-ти градусном морозе Что такое? Простыло Четверка жюри тоже натерпелась Далеко не каждый голос попадал в ноты Опять громко и долго старались все Вот и срывались друг на друга и на всех вокруг Я скажу нет Ой, дам тебе Ну, давайте красивенькую возьмем И сколько ж у нас красивеньких А не брюнетки были, вот хотя бы не совсем Хватит тоже, блондиночка должна быть Она прилично съедет, а потом это телепередача все-таки, друзья А, это телепередача, тогда да, конечно Да, все давайте, блондинки, да, к нам давайте Это телепередача А он не словно профессии Счастливых перед вами, извиняюсь Здрасте, а вы зачем пришли-то? А вы что, у нас тут концерт, что ли? Это даю по часу, если приглашают Здесь кастинг на проект «Фактор А» Ну, свою авторскую песню Ну, давайте А судьи кто? Часто восклицали непрошедшие во второй тур участники Я набросилась, набросилась таким, это, думаю Вы куда пришли? Раз они считают, что это, как бы, приемлемо, пусть делают А кто вас? Ну, пугачиха и остальные Они не дали мне спидеть Я знаю это сам о себе Катик, уйдите Но это от обиды, конечно Потому что в жюри цвет российского шоу-бизнеса Покрая, пеприодеть Будете ломать себе жизнь, пусть всю кухню узнает Тут иду Программный директор русского радио Роман Емельянов Певец и композитор Игорь Николаев Популярная певица Лолита Народная артистка СССР Лауреат государственной премии Российской Федерации Алла Пугачева Но выстояли судьи в этой неравной борьбе Здравствуйте, дорогие телезрители Мы начинаем второй отборочный тур музыкального конкурса «Фактор А» на телеканале «Россия» Алексей, у нас все готово? Да, Филипп, все готово Более того, ну все протер, ну все сделал Вот как патчерица в Золушке Ну, только вы там, пожалуйста, поосторожнее Ничего я не сломаю Я взрослый мальчик, мне даже вот на сцене тесно рядом с вами Понимаете? Я хочу сидеть здесь, быть членом жюри У меня большая просьба Не надо себя считать фигурой, равной Алле Борису У меня большая к вам просьба Спуститесь с небес на землю Я понимаю, Филипп, но давайте-ка мы лучше с вами просто понаблюдаем за тем Как, так сказать, продолжается наша борьба Интересно Итак, сегодня мы узнаем, какая категория достанется Игорю Николаеву, Ларите Милявской и Роману Емельянову Второй тур Это двойное состязание Члены жюри становятся наставниками и поведут каждой свою категорию участников к победе Соревнуясь между собой Теперь это тройка конкурентов И здесь уже каждый за себя И только главный судья Алла Пугачева одна за всех Здравствуйте, я расскажу вам сам Раннее утро Уже через три дня после первого тура они едут проводить второй По дороге напряженно думают Какая же категория достанется каждому из них? Самая многочисленная категория – молодые люди до 25 лет Это одновременно и хорошо, и плохо Есть из кого выбрать, но и выбирать сложнее Конкурс как в МГИМО Оставить-то в каждой категории придется всего троих Итак, молодежи к началу второго тура осталось 63 человека Групп – 17 Представителей взрослой категории – 25 человек Есть что во втором туре петь-то? А там дают А там дают уже Что-то и дело А там выбирать не приходится Я тут просто новенький, понимаете? Я не в курсе, что там дают уже песни вам Про Игоря Николаева я могу сказать только Профессионал, на моих глазах он начинал А может они думают, что собрались тут Одна престарелая певица Там уже маститый автор Зачем им эта молодежная тематика? Они любят там Лещенко, Кобзона А из быстрых песен мы любим Ленинградский рок-н-ролл и песню «Эй, моряк» Из нашего любимого фильма Из нашей юности Кто бы не достался, знаете, такое дело Вы никогда не можете угадать, что будет с человеком Он знает все на этом пути И трудности, и победы И очень хорошо слышит, что нужно для исполнительского мастерства Бедный, бедный тот будет наставник Которому достанется категория до 25 Потому что он должен будет выбросить 99% из проекта людей Для того, чтобы оставить одного от двух трех А остальные... Одну отправили, потому что не поет И вас отправляем, потому что вы не поете Успокойся, а? Ну, потому что хватит, ну, честное слово Озабодите место Человек хочет понять Отлично, она все равно понять Что мы хотим объяснить? Лолита Она настолько оригинальна сама по себе Прошла тяжелый путь Зачем вам это надо? Обидел Обидел И классно будет Попробуйте Медиком стать А это такая же профессия, на которой учатся Вот я сейчас заиграю стресс Поскольку двое моих коллег Игорь и Рома Всячески били себя в грудь и кричали Если мне дадут категорию группы Я уйду с проекта То я понимаю, что Поскольку я не кричала Что не надо мне группы Я все равно бы не ушла с проекта Здесь хорошо порно Поэтому Поэтому я понимаю, что Конечно, мне достанутся группы Но я знаю еще другое Надо любить всех Кого тебе дадут Она профессионал Со своим хорошим закидоном Мне все равно С какой категорией бы я занималась Мое дело Дать все, что я могу дать В данном случае Натаскать по актерскому мастерству Придумать образы Вообще заставить жить на сцене А не существовать Это, мне кажется, самое важное Я соглашусь в чем-то с Лолитой Вы хорошо выглядите Но энергетики от вас не идет А что касается вокала Голоса бедновато просто звучит Роман Емельянов Много слышал Много знает Признаюсь честно Наверное, с молодежной группой До 25 лет Я бы чувствовал себя более комфортно Знает точно, что может быть на слуху И востребовано В средствах массовой информации Мне немножко обидно За то, что в России Достаточно медленными темпами Развивается именно современная Популярная музыка И я надеюсь, что Если мне достанется эта группа Я таким образом смогу сделать Некий вклад Сказать, что это прям вот Крышу сорвало Этого не произошло Но тут еще другая проблема И это вообще проблема, между прочим Почти всех российских рэперов За очень маленьким исключением На них очень скучно смотреть Я там у меня ехожу Я ввести буду И мы уже когда-то Чашка твоя Меня надоело Достал Вот что за этого Люди все, достави меня Выходите каждый раз Пара на пару Пара на пару Пара на пару Там дуэты достали вас всех Если останется группа старше 25 лет То, я думаю Тоже не растеряюсь И что-нибудь придумаем интересное Я думаю, что перспективнее всего Красивый мужик А приори в любой категории Уже имеет перевес По сравнению с женщинами Которых много На эстраде Женщины это всегда конкуренция Даже со зрительской аудиторией В первую очередь конкуренция Люди, если она еще хорошенькая То ее сравнивают с собой Обязательно будут говорить Ну конечно, это вот чья-то Ее там взяли В этом конкурсе исключены чьи-то Ни девочки, ни мальчики Ни группы, ни подростки Ни бабушки, ни дедушки Они ничьи Они, собственно, принадлежат стране Они сами вышли Из этой самой зрительской аудитории До самого выхода на сцену Никто из наставников не знал Какая категория достанется А Пугачева держала интригу до конца Добрый день Я вас всех приветствую на втором туре Сегодня очень сложная задача Надо из 63 претендентов отобрать Заниматься этим Будет ваш наставник Большой профессионал Игорь Николаев Для меня вот это сюрприз И я сейчас немножко справлюсь с волнением Все придет в норму И мы начнем Итак Мы начинаем Хочу представить вам еще Педагога, который будет с вами заниматься Это Александр Поляков Мы начинаем Второй тур длился три дня Один день Одна категория Первыми были молодые участники Арсений Васильев На берегу неба Вот и спрятался день Вот вечер затих Заправ мечты теплом Кто любовь сохранит Если сердце молчит И значит все прошло Скажи мне, а кто там был с той стороны? Кого-то искал там за кулисами в начале песни? Он на берегу стоял А берег здесь с этой стороны оказался? Нет, он пошел так на берегу стоял в море, смотрел А здесь речка у нас А потом повернулся к нам Мы лежим на пляже и смотрим, что мальчик там увидел Теперь он нас заметил Да, а мы здесь как сидели, так и сидим С самого начала песни Да хороший ты хороший 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 Оставайся, мальчик, с нами Авторская песня Белые розы, да? Увы нет Когда солнце вышло из-за плаков Когда целый мир уже был готов Услышать мелодию Мелодию счастья Ну вот 16 лет парню, ну обаятельный, ну и что? В 16 лет можно танцевать поинтереснее Это не танец, это такая милая пластика Я считаю, что для конкурса фактора это маловато Возможно, это большое везение для юного Арсения, что наставником в его группе не стал Роман Емельянов Я хочу, чтобы... Послушай, даже эта песня уже будет не новая на втором туре Еще что-то подготовишь на второй тур? Конечно, разумеется Давай Хорошо Ну, хорошо Ну, я скажу Да, чтобы у тебя руки не опускались, давай на второй тур Но там будет очень жестко Подготовься, что просто по голове дадим и все Подойди поближе, я посмотрю Осталось понять, подготовился ли он ко второму туру, как и обещал Ну-ка, спой все еще Ну-ка спой еще Ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Ну понятно, вот еще годик, вот, попари, покричи, попой Понимаешь, везде, где можно Разрабатывай, ты должен не бояться своего голоса У тебя есть буквально год, потом уже старой станешь Договорились? Останье, герой девчонок будешь, серьезно А это самое, и вот сейчас есть 40 секунд, чтобы ты спил что-то другое Что-то другое. Давай-давай, вернись на сцену и что-то другое спорь. Вернись, да. Yesterday, The Beatles. The Beatles. The Beatles. Нужен, нужен, нужны такие, ой, как, нужны. Yesterday, all my troubles seem so far away. Не-не-не, а вот это уже нет. Спасибо. Там же вся красота в этом Yesterday. Гаммочка. All my troubles seem so far away. В этой гамме вся красота. А ты музыкально грамотный? То есть сольфеджио знаешь все, да? Вот гаммочку-то, вот хотя бы на этой песне и поучился бы. Да, все, задание на следующий год выучить песню Yesterday. Ура. И так, чтобы мы упали. Спасибо большое. Здравствуйте. Там, где в море тонет печаль, осень темная даль. Спасибо. 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 Ну, жалко. Вот вы поете мимо своего образа эту песню, которая, ну, никак вам не залезает. А что вы пели на отборочном? Я свою пела песню авторскую. Напомните. Мечта. Ну, напойте. Я держу в руках синицу, отпущу ее на волю. Что же делать, если в сердце... Мам, мам, слушай, короче, такая ситуация. Аля Борисовна, мне понравилась песня моя. Продайте мне песню. Но лучше всего ко мне несите. Я не знаю, что делать, продавать или мечту. Я, конечно, вообще не ожидала реакции, такой бурной реакции жюри. Да, я помню эту песню. И не один я, кстати. Я могу что-нибудь... Так вот, в том-то все дело. Мы же говорили вам на отборочном. А здесь вы будете петь во втором туре. Не авторскую, а чью-то. И должны так спеть, чтобы она была как ваша. Спасибо большое. Спасибо. Спите, спать хочу я с вами. Так это ужас какой-то. Здрасте. А как ты предполагала, что рок-н-ролл это красивый танец? А что вы пели на отборочном? Звездок у Зарой. Тоже, те же огороды как раз. Я понял, да. Ну, я могу вам еще что-нибудь петь. Вот другие огороды интересуются. Очки семи, да. Хорошо. В этом туре и Алла Борисовна, и наставники будут предельно внимательны к мелочам. Вглядываются дотошно. Им потом побеждать вместе шансы надо повышать. А у тебя вот на голове этот взрыв на макаронной фабрике, он как убирается? А, ну, да, ну, я, ну, как, а что? Это разнообразие просто. Ну. Что-то оно запуталось. Ну, вот так пойдет. Пойдет, пойдет. Ну, сейчас посмотрим. Раз, да еще раз, да еще много-много раз. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз. Скажите, пожалуйста, а вот эта вот блестящая штучка у вас от... Откалывается, ну, как от... Да он прикалывается, да. А что вы хотите? Ну, откалите, пожалуйста, да, я очень хочу приобрести у вас. Да, и больше никогда ее не девайте. Да, это совершенно ни к чему. Спасибо. Чтобы мы с тобой не забыли, как друг друга любили на берегу неба. Спасибо большое. Спасибо. Линзочки одел, да? Это мои глаза. А ладно, врать, один тоже так говорил. Не, у него просто взгляд киллера. Правда. Ну, подойдите, подходите, идите вот. Алла Борисовна любит, когда она... Ну, вот она, специалист. Нет, свои, да. Спасибо. Подойди поближе, я посмотрю просто. Ну-ка. Видишь, вот. Не-не-не, а наоборот фишка. Фишка? Фишка. Хорошо. Здравствуйте. Вот принес фотографии. В концертных костюмах, на даче. Вас? В бассейне. Я принес, если вам интересно. Это Клолите, ее же сегодня нету. Ну, а я и передам, конечно. О-о-о. Песня. Ау-о-о-о. Видишь, чувак, еще не знает, что делать. Видишь, разбирается и вот. Что-то коротковатая песня. А, ну, что-то... Дальше, думаю, уже... Вот тебя прет, да? Прет. Смысл? Нет. Просто прет тебя. Вы пришли не в ту категорию, а надо было в категорию группы. Вы же поете за двоих же поете. Да, у вас же двое на сцене было. Прет, прет. Клевые. Люди так по внешности судят. Но клевые, интересные. Можно там и голоса так взять. Просто сам не знаешь, чего делать еще. Если честно, дома лучше пел. Я сейчас от нервов иногда в ноты не попадал. То есть... Это косяк чисто из-за вот этого. Вот. То есть, если пройдет, то все будет хорошо. Ну, это же пройдет, правильно? Ладно. Ну, ладно, иди. Так, кто у нас там дальше-то, а? Здравствуйте. 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 Надо любую песню с таким началом петь. Понимаешь, вот с цыганской кровью, с цыганским произношением удивительным. Ладно, иди, будем думать. Потому что что-то есть кое-какие сомнения. Хотя, ну, чего тебе? Всегда выйдешь в люди. Так, Лаурита. Для вас хитом была Катюша, для нас кумира Максим и Нюша. Но, тем не менее, есть одно – мы будущего звено. Новое, новое поколение, мы прорубаем свое течение. Бьемся от скалы на гребне волны, мы – будущее страны. Спасибо. А ты откуда, где-то, в каком ресторане-то? В Кабардин-Балкарии. А, ну, там еще вот есть, наверное, где музыка живая, оркестр. Могу что-нибудь на Кабардинском спеть? И танцы, да? А у нас этого нет. Вот почему так? В Израиле остались. Вот, видишь, Кабардин-Балкарии. Идея витает в воздухе. Значит, скоро кто-то откроет такое кабачило в Москве. Так мы с тобой. Я мечтаю о Игоре Николаевне. Я мечтаю о первой сезоне. Он очень, очень душевный. От главного хитмейкера страны, разумеется, все ждали судейства жесткого и безапелляционного. Но он оказался подарком судьбы для многих. Я говорю «нет». Да? Вот это главная фраза. Это главная фраза. Это главная фраза. Зачем вы пришли? Знаете, каждому человеку дается шанс какой-то или знак. Мне приснился Игорь Николаев накануне. Я думала, ну, это знак, нужно идти. Николаев оказался самым лояльным из всей четверки. То ли по неопытности судейской, то ли на самом деле такой. А, я думаю, что Игорь Николаев, он очень точно может заметить недостатки, но и в то же время не будет на них концентрироваться. То есть он не будет унижать человека. Может, сработает мое «да», потому что, правда, вы поете прекрасно. Добрый дядя Игорь. Дядя Игорь, да. Всегда был таким. А что, мне понравилось. Артист вовсе не обязательно должен быть разнообразным. Но для того, чтобы человек все-таки состоялся даже в своем однообразии, он должен свое однообразие сделать своим трендом. Песен может быть большое количество, таких энергичных, веселых. Не все же заунывные петь, как мы. Но за время прослушиваний профессионал победил в нем новичка. Судя по всему, маэстро уже прикидывает, для кого что можно написать. Простите, пожалуйста, как вас зовут? Простите, аккомпаниатор. Вы ловите артистку, потому что ее можно заносить куда-то. Да? Или наоборот. Так у нас было принято, да, Алла Борисовна? Аккомпаниатор ловит артиста. Да. Сто процентов. С мелодией надо дружить все равно. Такая песня, видите, она сама по себе статичная, замороженная. И если вы еще при этом будете заморожены, мне бы хотелось, чтобы вы нашли друг друга с аккомпаниатором. То, что вы поете, вы поете вне тональности, человек играет в другой тональности. Давайте все-таки соединитесь и спойте хоть один куплет вместе. У них одинаковые совершенно голоса со скрипом какие-то. Не одинаково все-таки, да, у нее другое тонирование. И у всех одна и та же фишка. Вы что-то там видите, вот справа от меня? Потому что вы все смотрите вот сюда. Что там такое? Меня так подмывает посмотреть, куда вы смотрите. Там, слава богу, никого нет. Да, там же никого, друзья. А почему вы, ребята, слова-то не учите? Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, Любовь тебя настигнет. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, Любовь тебя настигнет. Молодец. Молодец. Первый человек, в принципе, спел песню как-то по-своему. Чем порадуешь? Еще. Второй трек можно поставить, вроде бы, кажется. Кто-то задаст вопрос, чего она хотела. Девушка покажет на сердце несмело. И этим все сказано. Не нужно лишних слов. И этот человек уже на все готов. Звонки родным и близким, она погибла. И вот уже, по идее, можно кричать титры перед прыжком. И ее охватила дрожь. Конец истории. Пошел. Правильно, доживай песню до конца. Правильно, правильно. Молодец. А у нее печальные глаза. Как и на себя и не нашла. Амуры наблюдаются высока. Но порывлю питься очень сложно. А у нее печальные глаза. А у нее печальные глаза 51.90, Алексей Молодца! Спасибо. 51.90, так намного ближе к звездам. Ну что, а хорошая песенка? А кто автор песенки? Я написал. Да ты что? Молодец. 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 Очень качественный текст. Все понятно, спасибо. Спасибо. На улице идет дождь, а у нас идет концерт. На сцене Екатерина Шелли! Вот это да! Давайте. Кота наша на дворе, ой, горели фонари. Были танцы, были танцы. По тиреневым кускам танцевали все двором. Были танцы, все качало. Танцевали на дворе, танцевали, мы в море. Танцевали на дворе, есть любименька моя. Танцевали, танцевали, танцевали на дворе. Кесня развеселая. Пожалуйста, можно воды? Ну что у вас фанера, минус, плохо звучит, им тяжело петь? А что плохо? Тихо. Ну хоть капельку, ну. Они боятся петь, потому что перекроют инструментал, понимаете? Минус перекроют. И поэтому они все зажимаются. Чай, давай. Абсолютно все. Потому что чуть громче запоешь, не слышно, что играют. С лимончиком, с медиком. Ну, конечно. О! Чего вы так скупитесь? А это они будут кричать. А они тогда будут большие выпить. А это уже наша забота. А не ваша. Ладно, хорошо, иди-ка, садись. А кто у вас выходил с цветочком такая, с колоколами? Я. Это, как тебя зовут-то? Гранит. Вероника, это кто? Лысакова. А, Лысакова, да. А что мне сказать, что и ты тоже будешь улетая? Нет? Нет, я не могу переступить. Здравствуйте. Вниз, по небесной лестнице, Обернувшись облаком, Опускался Бог. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пока мы это всё обсудим, это ждите. АПЛОДИСМЕНТЫ Алла Пугачёва и Игорь Николаев удаляются в комнату совещания. Обсудить услышанное и принять решение. Кто же останется в проекте? АПЛОДИСМЕНТЫ Нервный смех. Что делать? Я увидел семь человек, которые я хотел бы взять. Дальше. Ну нельзя. Надо три, троих. Ну шесть. Надо троих. Ну пять тогда. Ну ладно, четыре. Это сейчас шутка. Была шутка, видимо. Это у нас совпадает. Живая девка такая. И это может, и это может. А когда она ферму забила? Это у всех, по-моему, у нас есть. Рискнём попробовать что-то такое. Может, репертуарчик подогнать такой вот именно под голос. Там же уже есть, будет возможность репетировать. И общее у нас абсолютно мнение, я так понимаю. Да, да, да. Это. Парень классный. Девушка может заполнить, но не определённые залы. Понимаешь, да? Определённые. Небольшие, клубные и всё. И это может тебе и мюзикл, и спектакль, и сцена, и номер в концерте. И возьмёт. Хотя фейс-контроль, конечно, она не проходит очень тяжело. Но тут надо красить, что-то делать. Всё, давайте сюда. Всё. Почему, как правило, талантливые люди, они очень красивые. Так, злые лица суровые. Не злые, суровые. Но справедливые. Ну, пошли. В то время, как Алла Пугачёва и Игорь Николаев решали судьбы конкурсантов, в студии повисла пауза томительного ожидания. Для них это решение судьбы. Кажется, что жизнь на волоске. Позвонила всей родне, чтобы все держали за меня кулачки, материли меня. Расскажите мне, как поступать перед Алл Борисовым вот так вот близко, буквально в четырёх метрах квадратных. Привык уже, как бы, второй тур. Ну, уже, 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 как. Алла, ну, уже как-то, уже привычно, да? День, больно. Итак, в факторе А остаётся Екатерина Лещева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что с тобой? Сейчас обратно пойдёшь. АПЛОДИСМЕНТЫ В факторе А остаётся Алексей Мехряков. Вы все хорошие ребята, но в факторе А остается артист... Земфира «Жемчужная». Конечно, у нас были предпочтения. Еще. Я пойду на этот риск, и мы возьмем четвертого. Это потрясающая благосклонность Альлы Борисовны, потому что, в принципе, нарушать формат нельзя. Но в данном случае... Вот человек пошел на то, чтобы еще один человек вошел в проект. Мы оставляем в факторе А Лысакову Веронику и посмотрим, что с этим можно сделать. Ну вот, дорогие телезрители, вы были свидетелями совершенно фантастической битвы от начала и до конца, вот до этого момента, когда мы стоим с этими очень разными, очень талантливыми ребятами. И мне бы так хотелось, чтобы вы подключились к ним своим сердцем, своей душой, своими эсэмэсками, чтобы вы как-то вместе были теперь, с этой минуты вместе с нами. Удачи вам, ну и мне, конечно. Ура! 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 Следующим был День Групп. Я рада вас приветствовать На втором туре Садитесь пожалуйста У нас уже был тяжелый день А сегодня Без слез, без истерик Будем просто Вас анализировать Вас как-то скрупулезно Исследовать Я желаю вам удачи Хочу вам представить наставника Лолита или Роман Вот в чем вопрос для всех Они такие разные Лолита Милявская Здравствуйте, Алла Борисовна Здравствуйте, уважаемые конкурсанты Она строга Но справедлива И безумно талантлива Развитием вокальных талантов у групп Будет заниматься Валерия Брейнбург До самого конца их голоса будут подданы ей Валерия как раз Специализация Валерии Работа с группами Да, вокальный ансамбль Вот поэтому это наверное чей-то будущий педагог Итак, мы начинаем Лолите будет непросто Но кому нужно спорить с Пугачёвой Легче согласиться даже на это Дело в том, что групп-то выберут три Но человек в каждой из них много Целый хор собирается Так что продюсировать предстоит и каждого по отдельности И всю группу в целом Подруга семиструнная Вся душа полна тобой А ночь такая лунная Эх раз Да ещё раз Да ещё много-много-много Раз Эх раз Да ещё раз Да ещё много-много Раз Вы только вдвоём поёте? В первый день я не прошёл прослушивание Потом пробовали дуэтом Дуэтом То есть сказали, что уже нельзя А вот я так вот О, видишь, гибнет Моё сердце гибнет Вообще я приехала сюда петь дуэтом Но почему-то наш дуэт не зарегистрировали Юра, где ты? Почему нас не зарегистрировали? А на парте, где вы здесь? А можете спеть чего-нибудь ещё на всякий слух? Не против, да? Нет, давайте вашего Юра Может, правда, люди готовились дуэтом? Я поражена просто В результате я вышел прямо из зала Мы спели песню Пели Симона Кузьмина И прошли второй тур Вот таким образом образовался наш дуэт Знаете, что мы сделаем? Вот я думаю, что вы согласитесь, раз такая вот щекотливая ситуация Мы допустим их на второй туре, на второй туре посмотрим, что Дуэт? Дуэт Дуэт А вы могли бы прийти вот в следующую группу возрастную? Искушение велико Распадётся ли дуэт после столь эффектного лоссоединения? Соло Подготовьтесь, соло Глядишь и выгорит Вот так друга спасла, а сама осталась ни с чем Его успех ценой собственного Редкий пример самопожертвования в творческой среде Самой легче выйти спеть, чем всё слушать, переживать за них Фактор А представляет группа Янкис Мы сегодня не завтра Потому что нервничали и волновались Перед первым туром мы тоже не завтракали и прошли Может быть, это какая-то супер рецепт для успеха Мы к вам пришли с новой песней Поставили танец, стало интереснее На фактор А пройти нам надо Мы группа Янкис, то что не нравится Наша мечта плюс шанс дают нашу победу И ещё немного с удаливами Ну, прошу вас, группа Янкис Всё-таки хотелось бы, чтобы вот эти вот две такие девчонки Очкарики по закону жанра Потом вот как бы из гадкого утёнка Должна быть, ну, красивая бабочка из гусеницы Поэтому мы не могли бы сейчас и очки снять, и показать что-нибудь Совсем в другом ключе Где обаятельные, милые, симпатичные Пожалуйста, второй трек Ты будешь советский простой дипломат Как будто о прошлом ты всё позабыл Но мы-то по-прежнему ждём тебя в рай В душе ты стиляга Такой же, как был Ему не нужна американская жена Ему не нужна американская жена Ему не нужна американская жена Всё, девочки, спасибо, ясно Группа Месседж Бей, 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 бей Скандал во время рекламы Спаси меня, мама Бей, ну же, бей меня Ну же, бей, бей меня Бей меня У меня кое-то всё время Странное ощущение Что вы его усыновили Хорошо, что неудачитель Вот третье лишнее Понимаешь, я не могу понять Что-то всё время какое-то Не склеиваетесь Тебя как зовут? Женя Женя, отойди к сторонку на секундочку Я хоть на них посмотрю вдвоём Так как они были задуманы А теперь вы отойдите к сторонку Жени Один выйдет Не знаю, может это моё сугубо личное мнение Но что-то У меня всё время Ну ладно Спасибо Так Ну, першинги давайте Группа першинги Это девушки опытные Второй год во втором туре В прошлом году как раз на этом этапе и сошли с дистанции Вот девки вот такие Видные Должна вам признаться Немножко, правда, поправились, по-моему, чуток, да? Но опять Грешны А не надо этого бояться Не надо Ну, как раз хорошо, Борис, борьба с вешалками Это наша задача Да, это даже очень хорошо Это сейчас приветствуется Хотя не говорится об этом вслух Но приветствуется Долой энергии Так что нам худеть не надо, слава тебе господи Да, Борис А ты напрягись Так Стараюсь Может мне третий встать Что у вас есть? Покажите, зажгите И зал, если можно, пусть нас поддерживает Спасибо Не верю я, что это случайно Пускай летят, как стрелы года Я из любви не делаю тайны Она со мной, как солнце всегда Она во мне горит днем и ночью Не нужно ей особенных слов И мы живем и делаем точно Только то, что хочет любовь И никогда она не качается И я люблю тебя вновь и вновь Вас бы, конечно, приодеть А то вы дешево Дешево просто выглядите Почему вам стилисты не подскажут Как надо одеться? У нас нет стилистов Как причесаться надо Какой макияж сделать И ваши, так сказать, простенькие, незамысловатые песнюшки Они бы выглядели по-другому Вам надо всегда на всякий случай носить Алла Борисовна решила дать девушкам второй шанс во втором туре Попросила переодеться во что-нибудь поблагороднее Так и попросила Поможет ли? Они же опускаются у вас как-то юбки? Давай, давай, давай Опускай, опускай Можно пиджачок застегнуть? Помодней Помодней так получается Поправьте край юбки Снимите пиджаки Что это такое вообще? Пошли в школу дети Так, а что с волосами ничего не сделали? Да мы как-то не успели Не успели А что не успевать? Взяла шпильку, заколола Или в косу Ой, заплетите кос Смотрите, как сексуально стало Давайте пойте что-нибудь Без тебя Жизни нет без тебя Смерти нет без тебя Счастья нет без тебя О, не могу Не надо вам носить короткие юбки Вы становитесь толстыми Когда Мы и так не худые Не важно Это не важно Это должно украшать Седан лучше Чуть-чуть ниже колен Ну и мода такая Сейчас не модно уже Если я уж не ношу Господи Все, спасибо Группа Венера Пожалуйста, на сцену Сегодня воскресенье Я на балет ходила Видела я годицы Упругие танцоров Твои ничем не хуже Ну и интересные девчонки Нет уж, знаете Никаких опасений на этот счет Нет А что не так? Почему вы сейчас всем считаете, что что-то не так? Вид какой-то у вас А какой вид? А мне нравится Одна вот Марлин Монро А вторая всего А мы можем уже менять Это не проблема Спрашиваю, что делать Это не проблема Просто я сама с собой разговариваю Что такие песни надо уметь продавать, конечно Когда изображаешь секси А сама не секси, да, думаете? Посмотри, какая я прелесть Да, прелесть Я прелесть И две рядом девушки, сидящие с вами, тоже прелесть Но я не секси Я в себе это Вы всегда очень обычно Вы меня убили Все в разных категориях Тихо, я лично Я лично В себе это убило В 16 лет Чтобы это мне не мешало работать Понимаешь? Да Вот Но Однажды я решила Решилась Вот И мне как раз такое же замечание сделали Я была очень благодарна Они говорят Не надо Если оно в тебе есть, так оно есть Спасибо, девочка Дальше Группа Слэшмоб 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 Что это было? Это они Калкун Помоги согреться Много задыхаясь Но только для шоу Я хочу, чтобы у всех Все было Завершим Слэшмоб На планетах Слэшмоб Слэшмоб Мои мечты Мои мечты Слэшмоб 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 Я аплодирую сумасшедшему безумию и тому, что называется группа. Вот я, ребят, когда вы собрались? Просто для других интересно. Нет, вместе, в четыре часа. Василиска на кастинге. Подождите, вы только на кастинге? Да. Василиса на кастинге. Группа четыре человека на кастинге? Да. Мы сейчас двое пришли, Серега, приезжай, приезжай, Серега. Тут же мы такие танцуем, танцуем, танцуем. С утра еще минус 25 было. У них истребрали. И тут я такая. На прошлом году. Нет, в этом. В прошлом году я с Игорем познакомился. В прошлом году я тоже была. Потом я и Сережку захватил, но он не ходил на кастинг. И вот в этом году мы взяли Василису, Василису, клево, ВВП. С, С, И. Да. Ну, вот знаете, я знаю, как получилось, но то ли вы энергетически настолько подходите друг к другу, что у меня есть ощущение группы. И, конечно, то неоформленное безумие, которое есть, оно вызывает улыбку. Но мне лично интересно. Надо уложить. Ну, пойдем. А конкурсанты остаются ждать решения. Ну, что, как настроение-то расставится? Есть из чего? Павла Борисовна, настроение лучше, чем в прошлом году. Да? Да, потому что, по-моему, участники сильнее. Говорит совершенно объективно. Хотя вначале я ожидала худшего. И вопрос также очень с этими нашими двумя. Не возьмешься, причесать, приодеть, переименовать. Понимаешь, у нее твое. Ого, не мое просто. Просто не мое. Ну, вот эти ничего, ничего хорошее. Мне понравились очень. У них энергия такая. Вот сейчас увидишь сравнение. Не знаю, может, я что-то не понимаю. У меня они не оставили ощущения следа. Ола, давай. Что тебе ближе? Мне ближе индивидуально, Стива Борисовна. А номера? Даже какие-то вот огрехи голосовые. Я уверена, что Лера с этим справится совершенно спокойно. При вменяемости участников. Я знаю, что тебе нравятся эти девки. Да, мне очень нравятся. Они действительно интересные. Харизматичные. Но то, что это будет, конечно, головная боль, это я предполагаю. Я это не одену, я так не встала. Да, да, да. Я это не буду пить. Вот тут так говорит, до свидания, мама. Черт, ты знаешь. То ли ему на каблуки ставить, то ли им снять каблуки. А тогда отблуди. И двигаться нечего. Ну, как ты его сделала? Просто сопля с раннего снятия. Они его подавляют. Никак они не склеиваются. А все как в жизни. Лолочка, ты наставница, ты решай. Делаем так. Я, Борисович, начисто с удовольствием. Пока Алла Пугачева и Лолита решали сложную задачу выбора лучших, конкурсанты еще острее ощутили, что рядом все сплошь соперники. Знаете, с кем надо работать? Хорошо, так нам надо это вот как же. Это непредсказуемый конкурс, поэтому может получиться любая ситуация. Поэтому в каждом участке мы стараемся. Мне вот кеды ее понравились, но я думала, что мы круче. Вот этот период у нас в жизни был, когда мы ходили в кедах. Таких прикольных очечек, правда, не было еще. У нас в скором времени тоже будет, мы как-никак растем. Мне кажется, девочкам нужно еще годика-два или год подождать, где-то и прийти в следующий раз. Потому что, девчонки, вы такие классные. Посмотреть сегодня, что будет на этой сцене, что мы научим вас чему-то, и в следующем году вы обязательно проявляете. Мы не хотели бы ничему учиться у сестер, потому что у нас свой путь и совсем другая дорога, наверное. Поэтому все лучше мы постараемся взять, но при этом остаться самим собой. Через минуту решение наставников разделит их на две части – прошедших и ушедших. Результат голосования остается. Последний взгляд на вас. Правильно ли мы все решили? Группа «Месседж». В «Факторе А» остается. Группа «Флэшмоб». В «Факторе А» будет участвовать. Группа «Венера». Одну минуточку. Идем на определенный риск. И берем четвертую группу «Янкес». в участие «Фактор А». Но вам придется перенести еще один нервный, так сказать, момент, потому что все равно «Факторе А» останется тройка. Но мы вам даем возможность. И вам, и вам, и всем, кто будет участвовать. И на первом конкурсном дне после вашего выступления мы решим, кто будет лишним. Договорились? Все. Я безумно рада, что вы все втроем совпали в нашем выборе. Вы действительно в этой категории были лучшими. Хочу предупредить сразу. Я сама стерва, и со мной будет тяжело. Классно. Yes. Думаю, договоримся. Но большая просьба делать практически все, о чем мы будем вас просить. Таковы условия конкурсов. А так я уже вас люблю. Мои группы будут лучшими. Я не сомневаюсь. Это скромное заявление. Прошу встретить овациями по ту сторону экрана. На третий день в студию пришли участники из категории от 25 лет и старше. Мы очень рады приветствовать вас на втором туре «Фактора А». Каждый раз я говорю, что если кто-то не прошел «Фактор А», то вы должны прежде всего сказать мне или еще кому-то, вы еще обо мне услышите. Вот с этим настроением мы сейчас начнем «Фактор А». И хочу вам представить наставника в этой группе. Программный директор популярнейшего русского радио Роман Гемеян. Я думаю, что не будет ни через год, ни через два, ни через три. А сегодня давайте. Хорошо. Гранить хрусталь голосов этих участников будет Раиса Саидша. Я человек, который есть свое мнение. Если оно совпадает с Малой Борисовной, Игорем или Лолой, я только рад. Но если мнение мое отличается, а такое бывает очень часто, то, разумеется, я стесняться не буду. И, разумеется, я буду бороться за своих подопечных до самого конца и до самой победы. На сцену идет Яцентюк Александр, а готовится Бобой Фальдар. Александр Яцентюк запомнился всем на первом туре тем, что с ним приключилось. Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Саша Яцентюк. Республика Саха вас приветствует. Я сегодня вообще потерял все свои вещи здесь. Случайно так получилось. Так что буду на морозе. Все, что теплое у меня осталось, оно на мне. Я даже боюсь с этим расставаться. Ну и, может быть, кто-то мне удолжит чего-нибудь. Друзья, помолитесь за меня, чтобы я сегодня победил, чтобы победа меня грела. Пожалуйста, я вас умоляю. Давай. Скажи, о, женщина моя, зачем, 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 зачем я выдумал тебя? Спасибо, Саша. Спасибо, Саша Растеряша. Спасибо. Ну ладно, иди. Спасибо. Ну, Илья, ну что, прошел? Да. Вот у меня осталась энергия вот с горчичное зерно. Я всю ночь сейчас спал, серьезно. Ну, это не твоя куртка? Нет, это не моя куртка. Ну, мы, зная, что ты потерял куртку, мы все-таки вот нашли другую куртку тебе, все-таки, что как-то ты не замерз, решили от имени программы тебе ее вручить торжественно, чтобы ты дошел до второго культура и не замерз, и не умер на этом холоде. Ты сам откуда? Я с Якутией. Якутия. Ну, в принципе, тебе не привыкать к холодам. Да, здесь просто жара. Но Москва по сравнению с этим все, на, держи куртку и не замерзай. И больше не теряй вещи. Давай. Спасибо. Удачи тебе. Спасибо. Валенки, ушанка и спецовка муниципального служащего. Похожая история с курткой заставила его и одеваться проще, и все теплые вещи носить с собой, сделав их концертными. Извителено, что от сердца нужно ей. Ведь знает, без того она, ни одной тоской дней душа моя прикована. Ясно. Эх, раз, еще раз, еще много, много раз. Эх, раз, еще раз, еще много, много раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, да. Пожалуйста, умоляю. Пожалуйста, 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 еще одну песню. То есть ты чем-то нас сейчас еще удивишь? Надеюсь. Просто... Метлу только не трогай. Если мы говорим, что достаточно, это значит, нам все ясно. Ладно, Саш, спасибо. Наталья Мороз. Воспитатель сельского детского сада из Смоленской области сразу решила. Фактор А – это ее шанс. Меня Бог наградил голосом. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Мороз. У нас то есть семья вообще никто не поющая. Я вот она вырвалась, как бы звездочка наша. Я сюда не наряжалась. Я как была, так и пошла. Голос понравился, а вот внешность оказывалась не сценической. Отправили к самому Шевчуку, Александру. Смутил мой внешний вид. Переодеть, переоформить, начёс бабушкина прическа. Она мне прибавляла 11 лет. Может быть, новая Сезария в нашем исполнении, в нашей стране будет. Ну, вдруг. Молодец. По образу. Кофточка была не такая. На мне там бриджи не такие. На мне всё было не такое. Формат этой передачи не предполагает дальнейшего развития вашего здесь. Впечатления светлые, но новую звезду я не увидел, поэтому говорю нет. Её трудно увидеть. За свет спасибо. А я бы сказала, да. Может быть, ни внешне, ничего такое там не говорит о том, что перед нами звезда. Может быть, и не звезда. Но тот интересный тембр, который я услышала за эти три дня, первый раз вот эти ирландские штучки. Рассказала, что причесочку бы поменять. Ну что, будем делать красоту? Делайте. Делайте со мной что хотите, но сделайте из меня куколку. Можете снять свой обруч, положите сюда. Кто, кто такой? Я, да вы что? Да он у таких-то, таких-то звёзд. И Алла Борисовна, и Филипп Киркоров, и я теперь в том числе. Сразит ли чудесное превращение Натальи судей на повалку, покажет её выход на сцену. А волосы не зубы, а простые. Вот и нет. От любви своей я улетаю. Я не могу без тебя, я всё думаю о нас. Я не могу передать, что я чувствую сейчас. Снег заметёт следы, не расскажет никому. То, что с тобой были мы, и как я. Спасибо. Ну вот сама чувствуешь, да, мы таких габаритов, очень таких необычных, так скажем. Ну а что, ну, много певиц, которые не следили за фигурой, как Элла Феджеральд там или ещё кто-нибудь. Знаешь, ну они вот выходили и пели, и все полные очень хорошо поют. По себе знаю. Я когда худею, я вообще петь не могу. Вот давай. Постараюсь дать. Уверенней. Здравствуйте. Здравствуйте. Трек номер два. Тем более Филипп Петрович, учишься. Ну давайте то, что... Раз уж так получилось. Раз уж так. Но это же хороший факт. Трек номер два, ну... Это шёлк чёрных кос, водопад. Из волос, словно ветер, лёгкий шаг. Спрячь и деньги, это всё пустяк. Скажет мне, какой же ты чудак, что ж пускай будет так, но деньги пустяк, всё отдам я, лишь бы выиграть у тех, кому вас не жаль. Тех, кто готов вас к стенке прижать. Садам я, лишь бы выиграть. Садам я, лишь бы выиграть. Садам я, лишь бы выиграть. Ну ты прям сначала спел, а потом понял, что натворил. Мужиков тут симпатичных много, давай, перебивай. Спасибо, Алла Борисовна. Пожалуйста, Роман. Здравствуйте. Ну, а что, вообще, никак не можешь улыбнуться глазами? Что за горе-то такое в ваши годы? Просили ж повеселее. А скажи мне, знаешь что, 1833 год. 1833 год. Молодец. Пойдём. Можешь ещё что-нибудь? Это было самое сложное задание, которое мы могли сегодня вам предложить. Это чисто на дикцию. Что ещё? Что ещё? Ну, раскройся. А можно я скороговорку попрошу его сказать? Вам можно, а мне почему нет? Ну, так давай. Возле ямы холм с кулями, выйду на холм, куль поправлю. Куда выйду? На холм. А может, я не буду? На холм. На холм. Ну, ты ж понимаешь, что он скажет? Ладно, хорошо. Что ещё? Какие песни есть? Это хитрая у тебя скороговорка такая. Может, следующий трек второй? Вот это проверка на дикцию. 1833 год. Что это такое? Это не серьёзно. У нас серьёзный конкурс, финал. Вы просто хулиган какой-то, Емельянов. Смыслов, Юрий. Две хороших формулировки, внушающих надежду. Всё с вами ясно и всё с вами понятно. Да, ну потому что чего уже копаться? Чего уже, всё уже. Состоящийся, видно, что человек делает. Я вообще готовил песню две гитары, но так как вчера я её уже исполнял в дуэте. Ну? Попробуем, наверное, осень, или можно её же? Да осень давай, чего гитару это уже? Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами. Спасибо, Юр. Ладно, давай. Всё ясно. Рефтов. Композитор Олег Рефтов в 35 лет решил попробовать, но о чём бы не спеть своё самому. Ну, поёт же Игорь Николаев. Тоже, кстати, композитор по первой славе. Четвёртый трек поставьте. Это моя песня. Много певцов поют твои песни. А чё ты плачешь, Серёж? Не, я не хочу плакать, я дальше хочу петь. Ну, давай дальше, спой чё-нибудь, поясняй. А то прям... Ну, такие песни. Ты другим-то написал весёлые какие-то. Два пролёта вниз головой? Да. Спеть? А вот спой. Да, хорошо. Максим её клёво спел, кстати. Ну, спой. Спою. Два пролёта вниз головой, просыпаюсь, но не с тобой. Один в постель, выключил свет, закрыта дверь. Два пролёта конец пути, но не пытайся меня будить. Один в постель, выключил свет, закрыта дверь. Ну, ещё могу одну спеть. Ну, что хочешь-то? Да. Максим, ты лучше спел. Дорогие друзья, на сцене появляется великолепная Инга Гай. При долине куст калины, в речке тихая вода. Ты скажи, 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 Калина, как попала ты сюда. Ты скажи, 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 Калина, как попала ты сюда. По дороге. По дороге куст калины, в речке тихая вода. По дороге куст календарь. По дороге куст календарь. По дороге куст календарь. такие неограненные, которыми надо работать, что-то делать. А если вот ты, допустим, понимаешь, вот парень, у него своих песен вагон, с ним чего-то может произойти, то есть теоретически ему этот проект может каким-то образом помочь реально продвинуться, и мы можем получить реального артиста. Вот этот лось, конечно, лось, ах, ха-ха-ха, но... Но сильный человек. Ну, сейчас я... Ну, они из... вот этот или этот? Нет, тот. Бег лосьей на длинные дистанции? Для меня этот. А для меня однозначно этот. Да? Да. Ваш любимчик? Он так похож на... Ну, на кого? Вот мне вот интересно. На сына Кобзона. А, в этом все дело? В юности, да. Появление такого персонажа, оно могло бы, ну... Ой, правда. Будьте здоровы. Вот, видите, будьте здоровы. Потому что это тренд, так или иначе, его исключать нельзя. Это огромный пласт современной эстрадной культуры. Ага. Будьте здоровы снова. Я об этом говорю. Вы не знаете, говорить правду. Вы, или... Я считаю, что этого парня надо вот сейчас отложить... Хорошо, я согласна. Если, допустим, мы дадим этому человеку шанс, нас можно обвинить в лоббировании, типа, уже готового человека из шоу-бизнеса. Что за глупость? Кто может запретить талантливому человеку показаться? Никто. Поэтому я бы, я его и положил бы, поэтому вот в эту... Вот это положение. Ни за что до последнего тура был бы категорически против, лег бы поперек прохода и пошлить не буду. Но, блин, он так хорошо гад поет. Судить зрителям все равно. СМС-голосование нас не подведет. Вот они все равно народ правду скажет и честно выберет. И вот в старшей категории сейчас тоже узнают, кому не улыбнется счастье. Хотя оно казалось так близко. Здесь наши мнения с наставником совершенно разошлись. И в проекте остается... Балыков Александр. Все в остальном большое спасибо. Все вы чего-то такое не дотягиваете. Остается в проекте... Сергей Ревтов. Спасибо вам. Какие разные. И все-таки они вместе. И все-таки они вместе. В проекте остаются... Смыслов Юрий и Романов Олег. Ну, я опытный боец. Я знаю, что дорога впереди длинная. Нужны крепкие мужские плечи. Поэтому выбирали по росту в основном. Я думаю, что мы победим. Но один из вас это просто обязан сделать. Я в этом не сомневаюсь. Вперед! Ну, давайте! Викинги! Викинги! Вперед! Итак, их осталось не 9, а 12. По воле Пугачевой борьба становится тяжелее. Внимание! Запоминайте их имена, голоса и лица. И в небо падали слова. Воздушный поцелуй, как маленькое солнце. Но будет так, как ты захочешь. А у нее печальные глаза, так она себя и не нашла. Скандал во время регламы. Спаси меня, мама. Она не придет, она не придет. Ему не нужна американская жена. Теперь надо любви по твоим окнам. Плюсы и минус наклонила. Второй отборочный тур конкурса «Фактор А» подошел к концу. Все, кому повезло сегодня, начали готовиться к новому большому испытанию. Впереди основная сцена. За этих конкурсантов уже можно порадоваться. Они сделали еще один шаг к своей мечте. Филипп, да вы романтик. Естественно. И на этой романтической ноте я хочу сказать до встречи через неделю, дорогие друзья. С вами были народный артист России Филипп Киркоров. И пока еще ненародный, но очень популярный и любимый артист Алексей Чумаков. Я переписывать это не буду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Института А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова